всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в рубрике ужин за 20 минут полноценный ужин за 20 минут великолепное грибное ризотто с шампиньонами свежими и белыми сухими и не менее великолепное печеное яблоко с грецкими орехами с медом с корицей просто будет вкусно по данным для ризотто естественно рис шампиньоны свежие сухие белые грибы лук стебель сельдерея сливочное и оливковое масло и немного сухого белого вина и пармезан но куда без него ризотто и пармезан близнецы братья мы говорим ризотто подразумеваем пармезан на десерт пойдут яблоки естественно корица орехи и мед яйцо слоеное тесто хотя это не обязательно совсем в смысле тесто яйцо не обязательно приступим духовку включить 200 градусов верхний и нижний нагрев воду кипятим сухие грибы мелко порубить и в кастрюлю их у меня грибы чистые поэтому промывать их не надо если у вас они грязноватые то конечно сначала промойте и кипяточком заливаем все пусть варится на среднем огне дольше всего сегодня готовится яблоко поэтому начну с него верхушку срезать сердцевину вынуть как получится орехи поубить из фольги сформовать подставочку такую небольшую и теперь совершенно не обязательно украшательства естественно нарезать полосок по сантиметру примерно шириной сделать такую маленькую плетеночку лишнее обрезать у меня есть достаточно удобная форма но можно и ножом справиться обрезки скатать в шарик как получится и расплющить эта подставка впитает себя все что выльется наружу из яблока сюда эту подставочку яблоко сверху орехов корицы чуть-чуть и меда сверху накрыть плетенкой яйцо разбатываем и смазываем тесто готова все эти украшательства с тестом только для тех кто любит печеные яблоки со слоеным тестом как я в принципе они совершенно не обязательно и если вам лень водится может конечно просто яблоки запечь и все и колбасы не морочить теперь ризотто сковороду масло растительное пусть греется а лук надо мелко-мелко нарубить и сковороду пусть обжаривается стебель сельдерея также рублю мелко к луку его и перемешать чем меньше рубим тем быстрее все это обжарится теперь сухой рис и перемешать только не используйте металлическую ложку чтобы рис не деформировать отлично пора добавить белого сухого вина должно быть такое очень легкое ароматное такое которое вы бы в жару и сами с удовольствием выпили отлично пусть влага выкипает а рис пропитывается ароматами пора грибы рубить особенно мельчить смысла нет ну и совсем уж крупно рубить не стоит грибы естественно должны быть вымыты да и никакой шкурки шляпок снимать не надо чё за ерунда как себя чувствует рис у себя отлично чувствует грибы сюда и парочку веточек тимьяна если у вас на подоконнике свежий не растет плодить сухой ничего страшного что тут с бывшими сухими грибами теперь уже мокрыми грибной бульон готов шампиньоны для ризотто хороши тем что их вообще в сыром виде можно есть так что все получается очень быстро а сухие белые дают очень классный такой ароматный бульон так что их добавляем сразу к ризотто и не сюда немного бульона этого не перемешать блюдо очень простой и чрезвычайно вкусная пока процесс идет натру пармезана вот только не рассказывайте мне про цены пармезан везде дорог это не обычный сыр который едят как на бутербродах это сыр как приправа поэтому не дорог приправа пора еще грибного бульона добавить да и к тому же ну сколько там того сыра понадобится на две порции 30 короче 60 граммов если уж вы очень большой любитель этого сыра в зависимости от ваших желаний кладете я посмотрел на сайтах крупных магазинов москвы так самый дорогой какой нашел 1700 рублей за килограмм то есть 25 50 рублей на порцию о чем тут говорить если посчитать то здоровенная порция обалденного ризотто ресторанного уровня заметьте обойдется нам в 200 рублей максимум такой результат еще не во всяком ресторане подадут все надо оставить результат в покое минуты на три кстати совершенно не обязательно использовать сухие грибы грибной бульон если у вас их нет а можно использовать куриный бульон вот тут правда начинаются некоторые сложности у вас куриный бульон должен быть заранее его приготовили заморозили лежит в холодильнике в бразильник извиняюсь яблоки кстати уже почти готовы если вам нравится слегка жестковатый внутри то уже можно вынимать а если предпочитаете помягче то пусть еще минутки две-три постоят в ризотто уже пора добавить кусочек сливочного масла и пармезан и перемешать какие ароматы вы не представляете заметьте я ничего не солил потому что пармезан и так сам по себе соленый все готово уже можно садиться за стол ну что можно пробовать в ризотто главное чтобы рис был аль денте ну то есть на зубок внутри немножко недоготовленный и при этом внешней оболочки зернышек создали кремовую текстуру соуса не готов не доготовленный не значит что сырой нет он должен быть какой-то твердоватый не расползающийся а вот внешне оболочка должна надо спастись твить какой соус получился хороший пармезан здесь кстати тоже очень важно он дает вкус и аромат конечно безумно классный аромат ну ждем обалденное блюдо обалденное и да я знаю что 70 процентов зрителей на канале мужского пола мужики прекрасно знаю что вы скажете про мясо сам мясоед но задумайтесь об одной маленькой вещи вы с удовольствием на ужин с трескаете жареной картошки с грибами и про мясо даже не вспомните то же самое это так же вкусно как жареная картошка с грибами даже может вкуснее классная штука извините я должен и грибы шампиньоны они жуются сухие белые дают классный грибной аромат свежий белый такого аромата тоже классный но такого как сухие не дадут если шампиньоны заменить свежие свежими белыми вообще тоже будет обалденно что говорить обалденное блюдо обалденное если меня не остановить то пока я не съем свою парцайку ризотто но это хорошая парцайка граммов наверно 300 350 если не остановить то я никогда к десертам перейду давайте по яблочку пройдемся как яблочко смотрите как шкурка отстает так обожаю печеные яблоки вот еще две-три минуты в духовке и она бы расползлось бы в кашу мне нравится что она вот слегка и она же мягкая она же мягкая но при этом еще слегка слегка вот этот на плотность осталось не расползается в кашу вот это самое классное на мой взгляд состояние начиночка грибочки орехи прекрасно и славяное тесто на мой взгляд с яблоком сочетается просто прекрасно чудесно 20 минут и обалденный ужин ресторанного уровня готов о чем есть говорить смотрите готовьте также смотрите другие ролики из этой серии ссылку на плейлист оставлю в описании готовить быстро это просто это очень вкусно огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты напишите кстати свои варианты быстрых ужинов только не магазинную пиццу разогреть и не пельмени магазины сварить а когда вы что не такое быстро в органите очень интересно что вы придумываете для себя еще раз огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока ризотто ждет